Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары приглашает жителей города за покупками на муниципальную ярмарку на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Там представлена разнообразная продукция – свежие овощи, соленья, мясо и мясные продукты от производителя, молочная продукция, сыры, мед, рыба и многое другое. Добраться до ярмарки можно на трамваях и автобусах. Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8 до 18 часов. В Самарском районе специалисты МФЦ встретились с жителями. Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале госуслуги, информирование о ресурсах и возможностях портала, перечень услуг, которые могут получить жители в рамках выездных приемов граждан специалистами многофункционального центра. Посетить выездной пункт можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт, сообщает телеграм-канал Самарского района. В рамках мероприятий, посвященных году педагога и наставника, на фасаде школы номер 12 имени героя Советского Союза Сафонова появился новый мурал «Открытие возможностей». На стене изображен ученый, который в одной руке держит книгу, символизирующую богатство накопленных знаний и изучение прошлого. Вторая рука тянется к огромному левитирующему замку, воплощению преград, которые человек может преодолеть в своем стремлении к новым открытиям. Эскиз мурала стал победителем регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа ФормАрт, сообщает Департамент образования Самары. 26 июля отмечается День парашютиста. Сегодня в России парашютные прыжки с самолетов, аэростатов и других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты применяются в авиации, армии, спорте и других сферах жизнедеятельности человека. Проводится немало соревнований по парашютному спорту, а сегодняшняя дата ознаменовывается Спартакиадой Вооруженных сил России. Аэродром Кряж традиционно принимает гостей и участников Спартакиада, напоминает телеграм-канал администрации Куйбышевского района.